строгого рецепта соблюдения пропорций в продуктах в этом рецепте нет поэтому вы можете класть и добавлять на свой вкус и на свое усмотрение все продукты хотите погуще добавьте побольше хотите по жиже добавьте побеньше и так все же что же нам для него понадобится конечно же мясо мясо вы можете взять любое свинина говядина курица неважно фасоль квашеная капуста картофель лук морковка помидоры паста томатная примерно столовая ложка моя любимая приправа хмели-сунели соль перец масло растительное а сейчас приступаем первое что нам необходимо сделать это поставить варится мясной бульон независимо от того будете вы первый бульон сливать или не будете накипь вы должны обязательно снять бульон уже мясной сварился я добавляю фасоль фасоль у меня была замочена и варим ее практически до готовности сколько фасоли добавлять суп это дело каждого кто как любит как только фасоль будет готова или почти готова добавляем капусту после того как капуста закипела добавляем лавровый лист минут пять варим и добавляем картофель даем картофелю минуты две-три повариться и добавляем зажарку как только картофель будет готов добавляем зелень и выключаем суп и не забудьте добавить хмели-сунели если у вас есть это приправа ну вот и все щи красные готовы можно подавать на стол надеюсь что вам этот рецепт понравится а я итак что же нам для него понадобится на 800 грамм фарша у меня фарш 50 на 50 свинина и говядина 100 грамм отварного риса 1 яйцо 1 средняя морковка если у вас маленький то 2 1 средняя луковица для фарша и 1 средняя луковица для подливки муки 50 грамм томатной пасты две чайные ложки соль перец по вкусу и ваши любимые приправы у меня это будет хмели-сунели фарш добавляем мелко порезанный лук чем мельче вы порежете тем будет лучше можно пропустить через блендер или через мясорубку добавляю сухой чеснок но вы можете добавить простой черный молотый перец и яйцо сперва перемешаем все эти ингредиенты а потом уже будем добавлять готовый отварной рис ну а теперь пришла очередь и риса 5 все хорошо перемешиваем сковороду которую можно поставить в духовку или форму для запекания смазываем немножко растительным маслом это на всякий случай чтобы наши тефтели не пристали к одну сковородке и формируем тефтели чуть больше грецкого ореха теперь убираем тефтели в духовку которая разогрета на 180 градусов и займемся подливкой нам не обязательно доводить тефтели до полной готовности так как они у нас еще будут в духовке тушиться с подливой для того чтобы наши тефтели не подсохли и не подгорели в духовке пока стоят давайте немного сверху смажем их растительным маслом тогда тефтели получатся красивые и румяные ну а пока тефтели стоят в духовке подготовим овощи для подливки лук вы можете нарезать так как вам нравится можете нарезать их кубиками можете нарезать соломкой это неважно болгарский джей перец лучше нарезать как можно мельче морковку натираем на крупной терке первым обжариваем лук теперь добавляем болгарский перец добавляем натертую морковь теперь к овощам добавляю бульон бульон можно добавлять любой какой вам нравится если нет под рукой бульона можно обойтись простой кипченой водой подливки советую приготовить как можно больше потому как когда вы будете тушить ее вместе с тефтелями она каким-то странным образом исчезает то ли впитывается тефтели то ли испаряется и уже от себя я хочу добавить свою любимую приправу к мели-сунели я ее люблю настолько что добавляю практически во все мясные блюда и даже супа в первую очередь я добавляю ее а потом уже добавляю соль так как она у меня соленая теперь попробуйте подливу на соль на специи и если что-то не хватает то можно добавить муку для подливы я просто развожу в стакане с водой мне так удобнее мне так больше нравится и она у меня не получается комка и мне так проще контролировать густоту подливы начинаем загущать подливу густоту подливы делайте на свое усмотрение кому-то нравится погуще кому-то нравится пожиже но не делайте сильно густую потому что она у нас еще будет стоять в духовке и мука разойдется и набухнет если кто-то любит добавлять сливки или сметану то можете добавить будет еще вкуснее вот такие замечательные красивые тефтельки у нас получились пока мы занимались с вами подливкой теперь мы их заполняем этой же подливкой и убираем в духовку минут на 20-30 смотрите какая вкуснота и красота у нас получилась вкусные ароматные у нас получились стептели надеюсь что вам этот рецепт понравится и пригодится итак что же нам для него понадобится 2-3 средние отварные картофельные 1 средний маринованный или соленый огурец 1 небольшая луковица 1 зубчик чеснока морковки по-корейски грамм 50-70 грибов 100-150 грамм соль и масло растительное для заправки приступаем первое что необходимо сделать нарезать и обжарить грибы грибы обжариваем до золотистого цвета затем нарезаем лук лук надо немножко посолить и как бы перетереть солью чтобы он дал сок из него так уйдет лишняя горечь и он даст сок теперь к луку добавляем огурец нам нужно чтобы огурец соединился с луком режем его на 4 части и дольками перемешаем и пока нарезаем другие ингредиенты огурец немножко погасит лук тоже уберет из него лишнюю горечь и даст свой аромат в общем они соединятся теперь кубиками нарезаем отварной картофель и соединяем все вместе теперь к салату добавляем грибы вместе с маслом которым они жарились чтобы аромат грибов оставался в масле в этот салат идет зубчик чеснока но я в свой салат не хочу его добавлять так как будет морковка по-корейски она уже острая ну а вы на свое усмотрение добавлять не добавлять как посчитаете нужным если морковка очень длинная по-корейски то порежьте ее по необходимости добавьте растительное масло соль и перец салат готов надеюсь что он вам понравится а я а 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 и а а а и а на а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok